Я рады вас витать тут, дорогие сяброкиды, шановные сябры! Тут, в нашем остросюжетном историческом сырьяле прожитие и леса наших с вами славутых земляков. Сегодня мы с вами снова поднимемся на территории, которая дивным причином получила разные, в частности, далеко не лепшие рысы Европы и Азии. Так, вы не помылились, это Россия. Творчество этого российского поэта проходит в каждой белорусской школе. Белает парус, одинокий в тумане моря голубым, и кто-то камень положил в его протянутую руку. Безумовно, автор этих родков – великий российский поэт Михаил Лермонтов. Каждый, хоть в крыше, знакомый с его натворчастью, но не каждый верит, что родок Михаила Юрьевича – Джордж Лермонт на начале 2017 года служил в войске державы двух народов – Речи Посполитой. И про это вам компетентный и подробно рассказал науковый супрацовник Белорусского исторического института Элиза Маневич. Так, починальником роду Лермонтовых лечится Джордж Лермонт, профессийный шотландский жаунер, який служил в войске Речи Посполитой. Лечится, что он был взятый у полон в битве за фортецию Белую, подчас так званой Русско-Польской войны. Лермонт служил в войску по быть жаунерами Речи Посполитой и Великого князства Литовского. Лепшим сябром Джорджа Лермонта был Литвинский, а значит белорусский жаунер Ян Корлевич Свирский. Шматы, какие крынецы говорят, что Лермонт хоть и с мощным акцентом, но добро разговаривал по-польску и по-белорусскому. Так блога Белость затягнулась, и жаунеры шматы час убавили разом. Расповедали про свои акарани, выпивали, закусывали, гуляли у карты, кости и нарды. У гэткой неизмушенной атмосферы жаунер Джордж, який хоть за все умел с дольности домовым, худко научился и белорусской, и польской. По кольке саправды, подчас облоги жаунеры имели шмат вольного часу, Джордж Лермонт наводробил спробу складания вершев по-белорусскому. До нас дошли наступные рядки. «Узрадуется вся земля, як переможем Москаля». Так как же ж не лечить белорусам нащадку литвинско-белорусского жаунера, який героично смагался с московской навалой и писал проникнённые верши по-белорусскому? На жаль, лёс склаусся так, что Джордж потрапил уполон до московитов и довелось ему вучить ешэнную мову российскую. На её и писал свои творы, як он и нащадок, Михаил Юргевич Лермонтов. «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты им преданный народ». Кто, як не белорус, с долю написать гэткие проникнённые, насыченные духом свободолюбства, родки? И калі вам доведецца наведаць Москву, тіто пятигорск, падайдіце до стену Крамля, тіто і зайдіце на гару и горача промоўте «Жыве Беларусь» и городская тігорная рэха вам упэвнена адкаже. Жыве! Субтитры создавал DimaTorzok